Мне просто от одной мысли становится страшно, что вдруг только я это понимаю. 5. Теорий о том, что лежит за пределами наблюдаемой Вселенной. Ну, это видео, разрушающая мозг наших обывателей за пределами наблюдаемой Вселенной. Ну, уже в ошибке, ошибка в названии, очи пятка, скажем так, за пределами наблюдаемой части Вселенной. Потому что формально у нас, как бы, по корректным представлениям Вселенная должна быть Вселенная должна себя включать, она состоит из бесконечного пространства и всей материи, находящейся в этом пространстве, то есть бесконечного количества материи, находящейся в бесконечном пространстве. Это по современным представлениям, ну, как бы, по-научным. Раньше в процессе эволюции, ну, там, в начале, наверное, Вселенная это была все-таки часть пространства с материи, которая в нем находилась. Давайте посмотрим. Наша Вселенная сформировалась в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, около 14 миллиардов лет назад. Это вот сразу начинается, ну, с такой популяризации сказки, вранья, теория большого взрыва, что наша Вселенная образовалась, что появилось пространство и появилась материя. Это технически невозможно, это сразу лютый бред, но люди к этому постепенно привыкают, становятся зомби, и вот среди наших зрителей тоже есть какая-то часть вот этих вот зомбированных людей, которые действительно думают, что пространство могло зародиться. Они задаются вопросом, где оно могло быть зародиться, они просто думают, а сказали зародилось, значит зародилось. Миллиардов лет назад свет начал распространяться в космосе по всей ранней Вселенной вскоре после этого. В это время расширялась и сама Вселенная. Спустя несколько секунд после момента большого взрыва фазовый переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной. Данный период получил название «космической инфляции» и завершился через несколько секунд после момента большого взрыва. По сути, космос с момента своего формирования растет все возрастающими темпами. Физики и математики изучали природу Вселенной на... Ну, надеюсь, вы понимаете, что все это полностью лютый бред, это фантазия, это несуществующая информация. Те, кто с нами был, это точно понимают. Те, кто не был с нами, для новичков. У нас есть целая подборка материалов, которые шаг за шагом поэтапно рассказывают, почему это фальсификация, недостоверная информация. Учали природу Вселенной на протяжении сотен лет. Пытаюсь разгадать содержащиеся в ней загадки. Но есть некоторые ученые, которые делают еще один шаг в неизведанное, размышляя о том, что лежит за пределами нашей Вселенной. Возможно ли, что за пределами существования нашей Вселенной есть что-то еще? Другие Вселенные, миры, о существовании которых мы можем только догадываться. Это вполне может быть так. Вот пять теорий о том, чем может быть это что-то, и какие существуют ключи к разгадке. Ну вот, задали неверные и некорректные условия, в результате у них появились основания для слабоумной задачи, что же за краем находится. Реально, у нас есть наблюдаемая часть Вселенной, которую мы видим. В этой наблюдаемой части Вселенной все заполнено материей, заполнено равномерно на макроуровне. Вот большие площади, большие объемы заполнены. Материя галактики расположена равномерно на такой объемном ковром, объемной взвесью. И нет никаких оснований полагать, что там что-то дальше может быть другое. Мы просто не видим, что там дальше сейчас. В дальнейшем технические возможности наши возрастут, и мы увидим там тот же самый коверный галактик. Потому что с научной точки зрения ничего там другого быть не может. Математически тоже ничего другого быть не может. Все законы физики повторяются, вернее даже не повторяются, они едины на всем протяжении. Везде будет один набор планет, один набор галактик, один набор химических элементов. Все плюс-минус будет одно и то же. Очень похоже на ту часть наблюдаемой Вселенной, где мы находимся сейчас. И новое невозможно. Все законы одни, все физические явления те же самые. Никаких изменений фундаментальных мы там найти не можем. Поэтому гадание, вот тут просто гадание в рамках маразма. В рамках того, что люди не смогли сосредоточиться, получили неправильное решение задачи, получили эту версию большого взрыва. В результате у них есть кусок Вселенной, о котором они могут думать. И особо одаренные из них могут маразмировать дальше за пределы этого куска маразма, который им предоставил большой взрыв. Объем Хаббла. Понятие «вне Вселенной» очень сложно, потому что сначала необходимо более точно определить Вселенную. Распространенной формулировкой, в большей степени отражающей суть вопроса, является термин «наблюдаемая Вселенная», в соответствии с которым скорость света играет здесь важную роль. Поскольку мы видим вещи только тогда, когда свет, который они излучают или отражают, достигает нас, мы никогда не сможем увидеть дальше, чем самое большое расстояние, которое свет может пройти за время существования Вселенной. По оценкам космологов, самые старые… Обман, которое свет может пройти за время существования Вселенной. Если Вселенная, по объективным данным, не имеет начала, во всех пределах это бесконечная величина, неконечная величина, то есть нет того момента, когда зародилось пространство. Материя переходит из одного состояния в другое, но это происходит в пространстве. А поскольку понятие Вселенной, оно включает в себя и пространство, и материю, то нет такого момента, когда бы Вселенная зародилась. Считайте ее вечным. Вот с самого того, что вы понимаете, под зарождением до настоящего момента, неконечная величина. Вселенная была вечна. Поэтому формулировка… За время существования Вселенной. По оценкам космологов, самые старые фотоны, которые мы можем наблюдать, прошли расстояние 45-47 миллиардов световых лет после Большого взрыва. Это означает, что размер нашей наблюдаемой Вселенной составляет около 93 миллиардов световых лет. Вот опять же, да, если они говорят, что там порядка 20, там было 14 миллиардов лет существования, с момента Большого взрыва афатоновам летят уже сюда 40 миллиардов, да? То есть полностью сами себе противоречиваться, сосредоточиться не могут и не обращать внимания на то, что вот они бредят. Вот одна цифра у них не бьется, а вторая. Они это… Ну, вот смотрите. Они это произносят. Самые фотоны, которые мы можем наблюдать, прошли расстояние 45-47 миллиардов световых лет после Большого взрыва. 45-47 миллиардов световых лет. По оценкам ученых. И в то же время Большой взрыв был там, что у них, 14 там миллиардов лет назад. Чего? Не могут сосредоточиться, бредят, врут и лопочат. После Большого взрыва. Это означает, что размер нашей наблюдаемой Вселенной составляет около 93 миллиардов световых лет. Эти примерно 93 миллиарда световых лет содержат все кварки, квазары, звезды, планеты, туманности, черные дыры, когда-либо зарегистрированные телескопом. Ну, часть из того, что он перечислил этого, точно в природе нет и быть не может. Например, черных дыр. И все остальное, что мы могли бы наблюдать, но еще не видели. Наблюдаемая Вселенная содержит только тот свет, который успел до нас добраться. Это также означает, что наблюдаемая Вселенная становится все больше и больше. Однако она также конечна. Ограниченная область также называет… Вселенная, конечно, следующий лживый тезис. Наблюдаемая часть может быть, конечно, Вселенная, а не может быть, конечно. Наблюдаемая Вселенная содержит только тот свет, который успел до нас добраться. Это также означает, что наблюдаемая Вселенная становится все больше и больше. Однако она также конечна. Наблюдаемая Вселенная – часть Вселенная не точен в формулировочках. Ограниченная область также называется объемом Хаббла в честь телескопа, который предоставил нам самые далекие виды Вселенной. Мы никогда не сможем видеть дальше этого предела, так что это, по сути, единственная Вселенная, с которой мы можем когда-либо взаимодействовать. Однако мы знаем с вероятностью, граничащей с уверенностью, что за этим пределом есть больше Вселенной. Астрономы считают, что невидимое для нас пространство может быть бесконечным, а материя, энергия, галактики и так далее распределена примерно так же, как в наблюдаемой Вселенной. За пределами объема Хаббла мы найдем не просто другие планеты. Сейчас мы кое-что интересного услышали. Если астрономы считают, что материя распределена примерно так же за пределами видимой Вселенной, а видимая Вселенная произошла в результате Большого взрыва, а Большой взрыв – это у нас образование материи и пространства, то все, это вот кусок мозга на асфальте, это одно с другим не связано. Если там есть уже пространство, это уже независимо от вашего взрыва, получается, у вас взрыв произошел, образовалось пространство, и выясняется, что там уже есть пространство. То есть полностью одно со вторым не стыкуется. Либо перекратите врать, что у вас Вселенная образовалась вот эта наблюдаемая часть в результате Большого взрыва, иначе вы находитесь в состоянии маразма с этой вашей версией. Просто другие планеты, но и другие планеты, очень похожие на нашу Землю. Если мы пойдем достаточно далеко, мы найдем другую солнечную систему с Землей, идентичной во всех отношениях, где сегодня утром на завтрак мы ели хлопья вместо яиц. Это популярное такое заблуждение, что где-то существует такой же мир, где мы в этом мире находимся и так далее. С математической точки зрения это невозможно. Любое частное изменение приводит к различиям фундаментальным, и никогда не получится того же самого. Это вот невозможно. Того же самого человека вы не сможете получить. Простой объект не сможете. Даже в рамках простого объекта всегда будут какие-то отличия. Не говоря уже два объекта рядом, три объекта, объекты на той же самой планете, это невозможно. Если вы не на той же самой планете, вы будете другим человеком и так далее. Это все технически невозможно. Подробно мы об этом описали в проблематике сравнения бесконечно больших и бесконечно малых величин. Просто если по формулам посмотрите, нам сразу это все станет понятно. Мы ели хлопья вместо яиц, а также еще один мир, в котором мы пропустили завтрак. И другой мир, в котором мы проснулись утром и пошли грабить банк. Фактически космологи считают, что если выйти достаточно далеко за пределы Вселенной, можно найти еще один объем Хаббла. Выйти достаточно далеко за пределы Вселенной. Это он, наверное, про наблюдаемую часть Вселенной говорит. Потому что выйти из пространства мы не можем. ...идентичный нашему. И в этом другом объеме Хаббла есть другая версия нас, которая отражает все возможные действия, которые мы можем предпринять. Это может показаться... Вот почему? Если вы выйдете из квартиры, там обязательно будет... Опять же, в вашей же квартире, вы же там живете. Основания какие? Такие же основания, что там гладиолус обязательно будет или черепаха. Нет таких оснований. ...сам маловероятным. Но опять же, бесконечность Вселенной очень трудно представить, потому что это просто выходит за рамки человеческого воображения. Согласно теории относительности, объекты, которые расположены близко друг к другу, не могут двигаться друг относительно друга со скоростью, превышающей скорость света. Однако такого закона нет для объектов, которые находятся очень далеко друг от друга, когда пространство между ними расширяется. Короче говоря, дело не в том, что объекты движутся... Альтернативное какое-то понимание, когда объекты находятся далеко друг от друга и когда пространство между ними расширяется. Вот объекты удаляются друг от друга и пространство между ними расширяется. Пространство не может расширяться между двумя объектами. Объекты могут удаляться друг от друга. Мышка удалилась от ладушки. Но пространство не может расшириться по мере удаления. Это не пространство расширяется. Вы причинно-следственные связи путаете. Очень жесткий материал для разумно-мыслящего человека. Просто генерация нелогичных связок. Люди не могут сосредоточиться. Что-то бормочат. Это бормотание не имеет отношения к науке. Это все такие говорилки. Сдаюсь, не хочу больше смотреть. С вами был Виктор Катюшин, канал Научный Трибунал. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катюшин, телеканал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok